Раз в неделю на протяжении всего учебного года наступает день, когда я посвящаю все свое время им, сериалам. А в мае наступают дни, иногда радостные, иногда печальные, когда я сижу за просмотром заключительных серий, сезонов разных сериалов. И сериал либо уходит на перерыв, либо наступает время сказать ему прощай. Привет, меня зовут Олег Антоненко, и сегодня я бы хотел поговорить с вами о тех сериалах, которые я посмотрел за этот год. Рассказать вам, как мне заключительные серии, без спойлеров, понятное дело. Возможно, мои отзывы, они вас заинтересуют, и после этого вы захотите посмотреть этот сериал. Потому что я не буду говорить, что происходило в последних сериях, я просто буду говорить о своих впечатлениях. Кто-то, возможно, смотрел эти сериалы, которые смотрел я, и тогда вам будет вдвойне интересно узнать мое мнение по поводу концовки. Первый сериал, который я бы хотел вам рассказать, это проект Минди, это комедия. Я вам вроде его еще не советовал, люблю безумно этот сериал, и в конце заключительной серии этого сезона я думал, блин, чем ты недовольна? Ты сделала решение в своей жизни, очень важное, сама, то есть никто тебя к нему не подталкивал. У тебя прекрасная вторая половинка, почему ты тогда колеблишься вообще? Я за тобой наблюдал 6 сезонов, понимаешь? Ты выросла за эти 6 сезонов, ты стала потрясающей женщиной. Что? Почему? В чем твоя проблема? Такие были мои размышления. Аллергия, люблю, целую. Извините за мой отвратительный вид заранее. Это очень классно, когда ты наблюдаешь за развитием персонажа, в итоге он принимает действительно важное решение в своей жизни, которое раньше он никогда бы не сделал. Очень классный сериал, всем советую, и меня безумно радует то, что ему дали еще один сезон, заключительный, и сериал смог достойно закончить. Следующий сериал, Ривер Дейл. Его очень много форсили в разных пабликах, да, я его начал смотреть, и при просмотре во мне боролось два человека. Одному безумно нравилось это смотреть, а другой думал, блин, это настолько все типично, неинтересно, хотя вроде интересно, но такое. Все здесь известно, понятно, зачем я отращу на это свое время. Хотя, последние 5 минут финала меня зацепили очень сильно. Точнее, последние 5 минут я сел и такой, нет, нет, почему это все происходит? Я не хочу, чтобы так все происходило, нет, так нельзя. Очень классно это было, да. До мурашек, конечно, не дошло, но неплохо. Ставлю им плюсик. Ну и актеры очень красивые. Как новый сериал, так еще и в жанре детектив. Довольно годно, типично, но годно. Актер красивый, да. И следующий сериал «Начальница». Реально настоящая жизнь. Ой, опять чехо. Очень понравилась главная героиня. Смотришь, реально интересно за этим всем наблюдать. За буквально там 13 вроде серий раскрываются абсолютно все персонажи. Это редкость. Ты действительно понимаешь все взаимоотношения. Всем советую посмотреть. Всего лишь один сезон. Финал был классным. Он был эпичным, интересным, жизненным. Говорю, мурашки есть. Это значит, что смотреть надо. Идите и смотрите. На самом деле, там много всего, что для меня было близко. Возможно, вы для себя там тоже что-то найдете. Это сериал о том, как человек добился чего-то, именно занимаясь любимым делом. И, конечно, радовало то, что сразу выпустили все серии. То есть, в марте вроде. И сразу 13 серий, опа, вне всяких похвал. Следующий сериал «Две девицы на мели». Я уже о нем вам рассказывал. Но очень классный сериал. Прям вне всяких похвал. Опять же таки, повторяюсь. Но так и есть. Это единственный сериал, над которым я действительно смеюсь искренне. В полный голос. Это многого стоит. Финал очень классный. Неожиданный немного. Наконец-то у всех все хорошо. Я даже был бы не против, если бы на этом все закончилось. То есть, я бы не жалел об этом. И вот, как только я написал это в своих заметках, буквально на следующий день я узнаю то, что сериал закрыли. Здесь я спокойно это принял. Я просто хочу сказать, наверное, спасибо. Потому что сериал очень достойный. Я его обязательно буду пересматривать. Он всегда мне поднимал настроение, когда мне было хреново. Юмор безупречный. Олег чего стоит. Потрясающий мужчина. Жалко закрыли. Но ничего. Продолжаем жить. Обязательно. Посмотрите. Здесь ситком, доведенный до какого-то, в принципе, заключения интересного. Так что не пожалейте. Следующий сериал. Мамочка. Ой. Знаете, они с двумя девицами на мели чем-то похожи. Просто юмор разный. И знаете, в мамочке, несмотря на то, что это ситком, так много социальных проблем вкладывается в сериал. Пути их решения тоже там есть. Но не совсем. Заставляет задуматься, по крайней мере. Мне кажется, поаплодировали даже бы создатели из Girl Meets World and Glee and Glee. Реальный сериал учит многому. Всем советую. Следующий сериал. Однажды в сказке. Знаете, я буду скучать по этому сериалу. Нет, его не закрыли. Знаете, когда главных героев больше нет в сериале, а оставили только антагонистов, но не совсем антагонистов, исправившихся, любил этот сериал именно за то, каким он был прекрасным. Чарующим, если так можно сказать. А теперь он таким не будет, потому что главных чарующих персонажей больше не будет. Обязательно посмотрите. Шесть сезонов посмотреть более чем достаточно. Ты проникаешь в эту вселенную, ты живешь с этими персонажами. Классно, круто. Советую посмотреть. Я еще хотел рассказать вам про новенькую, первую половину сезона Нэшвилла. Но нет, хватит вас. Если вы смотрели те сериалы, которые я вам перечислил, и вы хотите посмотреть еще что-то, то тогда вот, а еще вот, а еще вот, а еще вышел сериал от Нетфликса, который я еще не смотрел, но буду смотреть. Вот он. Надеюсь, что это видео было для вас хоть немного полезным, и вы нашли, что посмотреть этим летом. Если вы какой-то из этих сериалов смотрели, то напишите об этом в комментариях. Если вы смотрели другой сериал, финал которого тоже был в мае, напишите в комментариях, что за сериал. Мне будет интересно почитать. Скорее всего, посмотрю этот сериал тоже. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Как мне кажется, мы с вами сплоченные. Потому что есть определенное количество, которые смотрят каждое видео. Это очень круто. Я вас безумно люблю. Относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Всем пока. Что-то недосказанность между нами какая-то. Ничего. В следующем видео договорим. Кстати говоря, колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Подписаться на канал тоже неплохо. Поставить лайк. Святое дело. Не забывайте про день самовлюбленных. Он совсем скоро. И хэштег, если вы досмотрели до конца. Напишите в комментариях. Пока.